Так создано в природе, что чем менее заметны законы образования, тем совершеннее вещь. И еще создано в природе так, что чем более недоступна охвату вещь, тем совершеннее. В совершенной вещи есть всегда что-либо неизученное, ибо совершенно только то, что конца не имеет, то есть бесконечно. Точка бесконечно мала, и потому она совершенна, но вместе с тем и непостижима. Прямая совершенна, ибо нет причин ни быть ей бесконечно длинной в обе стороны, ни иметь ни конца, ни начала, а потому быть непостижимой. Прямая, сломанная в одной точке, образует угол. Но такая прямая, которая ломается одновременно во всех своих точках, называется кривой. Бесконечное количество изменений прямой делает ее совершенной. Я говорю о замкнутой кривой, в которой скрыто начало и конец. И самая ровная, непостижимая, бесконечная и идеально замкнутая кривая будет круг. Понятие больше и меньше столь же недействительно, как и понятие выше и ниже. И каждое число не предполагает себя в окружении других чисел. Это наше частное условие, считать одно число больше другого. И по этому признаку мы расположили числа, создав солярный ряд. Арифметическая сумма чисел дает новое число. Природное соединение двух чисел не дает нового числа. В природе нет равенства. Есть торжество, соответствие, изображение, различие и противопоставление. Природа не приравнивает одно к другому. Два дерева своей природной целости равны друг другу быть не могут. Время и пространство не влияют на числа. Это постоянство чисел позволяет быть им законами вещей. Не числа, выдуманные нами, а их порядок. Но порядок это таков, что началом предполагает своим единство. Затем единство, еще единство и еще единство и так далее без конца. И вот перед нами модель бесконечности одного направления. Это неуравновешенная бесконечность. В одном из своих направлений она имеет конец, в другом конца не имеет. Но ум наш не мог вынести этого. И мы уравновесили бесконечный числовой ряд другим бесконечным числовым рядом, созданным по принципу первого, но расположенным от начала первого в обратную сторону. Точку соединения этих двух рядов, одного естественного и непостижимого, а другого явно выдуманного, но объясняющего первой точку их соединения, мы назвали НУНОМ. Его числовой ряд нигде не начинается, нигде не кончается. Он стал ничем. Казалось бы, все это так, но тут все нарушает НУНОМ. Он стоит где-то в силе бесконечного ряда и качественная разница от него. То, что мы называем НИЧЕМ, имеет в себе еще что-то, что по сравнению с этим НИЧЕМ есть новое НИЧТО. Два НИЧТО. И друг другу противоречивые. Тогда одно НИЧТО есть что-то. Тогда что-то, что нигде не начинается и нигде не кончается, есть что-то, содержащее в себе НИЧТО. Вернусь в себе смелость утверждать, что учение о бесконечном будет учением о НУЛЕ. И будем считать символом НУЛЯ круг. Даже наш вымышленный солярный ряд, если он хочет отвечать действительности, должен перестать быть прямой, но должен скривиться. Значение определяется самим фактом существования предмета в форме числа. Оно вне связи предмета с человеком и служит самому предмету. Человек, наблюдающий совокупность предметов, лишенных всех предыдущих значений, перестает быть наблюдателем, превращаясь в предмет, созданный им самим. Себе он приписывает значение своего существования. Я говорил себе, что я вижу мир, но весь мир недоступен моему взгляду. Я видел только части мира. Я делил их и давал им имена. И части были похожи друг на друга, и я был похож на них. И я говорил с этими частями мира. Я говорил, части круг. Части отвечали, плевок судьбы. Я говорил, части ноль. Части отвечали, мы же маленькие точки. И тут я понял, что не вижу частей по отдельности, а вижу все за раз. Сначала я думал, что это ничто, но потом понял, что это мир. А то, что я видел раньше, я не знаю сейчас. И я смотрел, ища мир, но не находил его. А потом и смотреть стало некуда. И покуда было куда смотреть, вокруг меня был мир. А теперь его нет. Есть только я. И я, и есть мир. Но мир это не я. Хотя в то же время, я мир. А мир не я. А я мир. А мир не я. А я мир. А мир не я. А я мир. И больше я ничего не думал. Редактор субтитров А.Семкин